Почти подошли к гроту, и вот такой вид нацелл здесь шикарный. Более чем 15 лет путешествий, только одна встреча с волком, и вот сейчас остается вторая. О, что-то нарисовано. А, это же шаман. О, я их вижу, друзья. Все, иду дальше. Ночка была холодная, легкий минус, тонизирующий. Поэтому будем начинать плавненько, никуда не торопиться, и постепенно разгоняться. Вперед из песни, а провожает нас вот такое красивое солнышко. Все так же идем, друзья, по Зелорийскому плато. Уже сегодня прошли 20 километров, все так же пока ровно. Но, смотрите, пропали лисеницы, мало стало берез, и сплошные дубняки. Все-таки какое-то разнообразие есть. Но уже, я думаю, завтра придем в Мурадымовское ущелье, и там начнутся горы потихоньку. Бивную норму отторобанили даже с превышением, 30-ка. Но, наверное, еще сегодня пятерочку пройдем. Посмотрите, как хорошо вокруг. Да, вон какие-то уже горки начинают проявляться на реке. Скоро уже, скоро мы войдем в центральную часть Южного Урала. Сойдем с Дилаирского плато. Сошли немного с дороги, друзья. Это долина реки Большой Ик. Посмотрите, какая красота. Завтра мы будем ее перепраживать, переплывать, и пойдем вот по этим горкам. Это будет чуть севернее. Когда закончу маршрут, обязательно сюда вернусь и еще попражу по этим местам. Давно хотел, и, видимо, не зря хотел. Здесь очень атмосферно и классно. Дошли до Мурадыбовского ущелья, заброндируем. Все. Вперед. Вот наши палаточки стоят в последний день на платое. И провожаем солнышко, садящееся в дуб. Девчата, это для вас последние лучки солнца. Да, курим. Курим карту и спать. Итак, сегодня мы много прошли, 37 километров. Стартовали от реки Сюрень. В 10 часов были в Дмитриевке. Там зарядили маленько пауэрбанк. И шли весь день по Зилаирскому плато, через деревню Мечетбар. Практически вплотную подошли к реке Большой Ик. Завтра совсем чуть-чуть осталось до переправы в Мурадыбовское ущелье. По сути, мы уже сейчас на его территории. И Зилаирскому пауэрбанк закончится. Все, спокойной ночи. До завтра. Перспектива к рассвету есть. Через часик. Вот я и на боевом посту. Там разгорается наш бой с вами. Давайте встретим его лицом к лицу. Вот где-то сейчас здесь покажется первый краешек солнца. Попробуем его поймать. Пока ждем первого краешка солнышка. Давайте посмотрим на окружающий нас мир еще раз. Нежные розовые краски обволакивают центральный и южный Урал. Невысокие залезенные вершины. Ширколистые леса. Губокие долины рек. Вот она. Горные башки. Итак. Вы его видите, друзья? Я его вижу! Здравствуй, новый день! Вставай, солнышко! Вставай! Согрей нас своими лучиками! Здравствуй! Вот она. Светила наша. В 7 утра выходим. Сегодня будет, я уверен, интересный, красивый день. Прогноз синоптиков пока не оправдывается. На небе светит солнышко. Через 5 лет распускаемся к реке Большой Ик. И попадаем в Мурадымовское ущелье. Хочу снять долину, но, как всегда, все согрыто деревьями. Не знаю, может сейчас сюда залезть? Попробуй. Попробуем? Давайте. К сожалению, веточки тоже мешают. Жаль. Хоть и слазил я, ничего не сфотографировал, но зато присмотрел место, откуда точно можно сфотографировать. Сейчас туда сходим. Это примерно километр. И слазил я. Вот туда надо подняться. Пока солнышко еще не совсем резкое, жесткое. Сфотографирует долину. Думаю, будет красота невероятная. Если говорить про то, как я себе вижу горы Башкирии, вот, наверное, это и есть олицетворение. Не Еремель, не Емонтау, а вот такие зеленые, покрытые смешанными лесами, прекрасные долины и горы. Орлы парят под нами. Молодой лосенок пасется на склоне горы. Вот она, Башкирия. Кстати, друзья-фотографы, вот 7 мая фонт стоит прямо над долиной. Жалко, что здесь не ночевали, но кто знал. Есть, видите, классный кадр. Стоит сюда приехать. в первую половину мая. Думаю, будет интересно. И вот уже перед нами открывается скалами Мурадымовской ущелья. Одна из жепчужин юга Башкирии. Природный парк, кстати. Сейчас свалимся к реке, перейдем ее, потом пойдем опять на гору. удачненько вышли. Похоже, может быть, и лодку не придется надувать. Смотрите, там какие завалы. По ним и перейдем, наверное, по камере, попробуем. А спуск здесь такой крутенький, но ничего страшного. так, ну вот, я на берегу, и сейчас мы перейдем по бревнышкам, потихоньку начнем переходить. Нас уже кто-то встречает на том берегу и фотографирует. Так, боюсь, что оно сейчас уйдет под воду. Ну, если уйдет, то не глубоко. все нормально. Опа, собака! Ну, все. В целом, давно было пора помыться. Неделю уже идем. Смысл дулать лодку, конечно, нету. поэтому идем так. Так, друзья, нас уже трое, ненадолго, правда. Ренат, трейлрайнер из Кугарчинского района прибежал нас встретить на переправе. Ну, трейлрайнер, это, конечно, сильно сказано. Так, любитель, начинающий. Ну, ничего страшного. Стоит только начать и уже коллеги убил. Идем. Ну, у вас вот такие возможности, бегать не хочу. Тренируйся. Любители альтернативной истории сказали бы, что это сделано супер-бластером или технологией, которую невозможно еще воспринвести в современном мире. Как уже сказал, друзья, идем по Мурадымовскую ущелью. Это природный парк регионального значения, создан в 98-м году. И здесь, как пилотом описания этого парка, самое плотное созначение пещер на всем Урале. если я правильно помню, 46 открытых пещер в одном ущелье. И, наверное, сейчас мы поднимемся в одну из них, один из самых известных гротов, грот Голубиный. и сделаем банальную фотографию из него. Как сделают, как все делают. Такие планы. Так, ну вот в этой скале уже находится наша цель, Голубиный грот. Я напомню, где-то вон там подъем, да? А вон какие-то, видимо, тропиночки. Вот кусочек швейцарского, точнее, башкирского сыра и грот Голубиный. Идем туда. Да, нелегкое это болото. Тащить из него бегемоты. Почти подошли к гроту. И вот такой вид отцовый шикарный. Напомню, Младывовское ущелье. Ну, классика жанра 2004 год. Да, такой гротик интересный. Ну, туда мы и пойдем. И вот классический южноуральский вид. В описании пещеры сказано, что здесь где-то есть шурф Бадера. Наверное, это вот это. И здесь были найдены кремниевые изделия древнего человека. Представляете, когда-то здесь горели костры и древние люди чесали друг друга, вытаскивая блох из их шкур и любовались видом. Идем дальше. Выходим наверх на платообразные вершины и пойдем по верхам уже. Дальше. О, как тут красиво. Сейчас полюбуемся с краю. Вот получается скала. Это вход в Мурадымовское ущелье. Сами ворота скальные. Так, вот, пришли на вершину. Смотрите, тут раньше был лесной пожар, много мертвых деревьев и уже подрастает молодая поросль. Природа все равно берет свое. Ну, все, друзья, пришли к воротам. Тут такой скальный выход. Вот это у нас сам природный парк Мурадымова. Какой комплекс отгрохали. Да, я прям удивлен, что так много всего. Впечатляет. Скажу прямо, смотрите, какие тут скалы, сбросы скальные. Вот мекка для скалолазов может быть, да? Усковы просто долбоклюи. Да, такой вот классный здесь спуск вниз. Кафешки, друзья. Нормальная еда. супчик меня ждет, я надеюсь. По уже доброй традиции отдохнул после обеда полтора-два часика и осталось сегодня пойти еще 9 километров. Вот по такой тягучей пыльной дороге. Она, кстати, идет в сторону интересного населения пункта под названием побоище. Но потом с вами не дойдем все днем раньше в лес. Все, Ренат меня тоже покинул и дальше я иду один. Сегодня уже переход закончил, сейчас поищу где-то место здесь с водой на поляночке, смотрите, солнце будет садиться там, тут уже первые горки, думаю, будет хорошо. Хорошо, конечно, весной идти, все в каждом овраге ручеек с чистой водичкой. Нравится мне вон та вершинка впереди, дойду-ка я до нее. Я думаю, это отличный вариант для ночевки, с вершины будет неплохой вид, скорее всего. А вот если посмотреть на задний план, то, возможно, вот это вершина горы Масим. самого южного тысячника на Урале. Надо еще будет уточнить, покурить карту, пока я только предполагаю это. О, не мне одному здесь приглянулось местечко. Ну, отлично. Здесь и встанем на вершине горы. Рассвет будет где-то там. Вечерняя прогулочка, ищем ракурсы. наши высокие горы отсюда не видно. Красота. Наверное, надо выйти на то место, откуда мы фотографировали, и снять гору. Думаю, это городец самый красивый объект. вон туда подойти надо. Еще люблю эту травку кушать. Дедушка ее называл петушки. Сладковатая. Что-то нет никакого нормального ракурса. Одна надежда на рассвет. Ладно, не всегда же нужно что-то сфотографировать. Можно просто посидеть, пообщаться с вами, друзья, пока солнышко садится. Хороший был день. Спасибо, что споделся. Еще решил не ждать заката, потому что понял, что не найду нормальный ракурс. Сижу, сейчас буду готовить кушать, как человек, сидя, а это дорогого стоит. Так, курим карту, пишем дневник и спать. Прошел сегодня рекордные 39 километров. Стартовал над рекой Большой Ик, спустился в Младымовское ущелье, перебродил реку Большой Ик, поднялся на противоположный склон ущелья, прошел по верхам до Юлдыбаева, затем по дороге через Богдашкино вышел к месту предполагаемой ночевки следующего дня. То есть сегодня я обогнал свой график на один день. Все, сейчас ночуем и завтра вперед к Иргизлам. Спокойной ночи, идем через Урал. Ну вот и доброе утро опять. Сегодня у нас не так уж и солнечно похоже будет, но тенденция к ухудшению погоды пока вроде намечается. Все, идем вперед. Как все в природе логично. Вот смотрите, сторона, на которую солнце попадает меньше, она еще жухлая, желтая, не начала даже подниматься травка. А противоположная сторона, куда солнце светит весь день, уже вся зелененькая. небольшие перегончики по лесу, чтобы срезать путь, и уже скоро выйдем на дорогу. Вот, посмотрите, по логу уже начинают идти карстовые вороночки. Мы входим в самый пещерный район Урала, западную центральную часть Южного Урала. Ну, об этом у нас еще будет время поговорить с вами более подробно, друзья. Шумит Малый Ик. Вчера Большой пересекали, сегодня идем вдоль Малого. А еще Башкирия это центр бортьевого пчеловодства, ну и вообще пчеловодства. Смотрите, улья повезли новые. Может нам удастся тоже на борте посмотреть на старинную технологию добывания меда. Хутор все время такой маленький, что на него даже стандарт таблички не хватило. Стандартизированный. Красиво дом сделали, да, друзья, смотрите, из старого сруба. Переложили, видимо, прям так, как бывает же, из старого кирпича делают, да, а здесь из старого сруба. Сегодня прямо день пыли какой-то. Пыль, пыль, пыль кругом. Туистическая дорога, ведущая в заповедник, у нас парк, и вот в таком состоянии ужасном. Сейчас остановят машины, парни, где-то осторожно, там медведи ходят впереди десяти километров. Тут медведи везде ходят, не только десяти километров. Меня всегда удивляет эта история с выгнутым мусором по обочине дорог. Давайте посмотрим, что внутри. шифер. Вот смотрите, шифер. Вряд ли это сделали туристы. Шифер, скорее всего, кто-то местный. Обычно так и происходит. Мешки мусорные по обочинам. Как это ни грустно и парадоксально не звучало, но выбрасывают жители этих мест. и здесь вообще непонятно, что делать и как этому помешать. Тут какая-то вообще уже, ментальная нужна перестройка для людей. Ну, вот так вот. Идем дальше. Смотрите, какие тучки сзади. Очередной долгий тягучий спуск. Мне кажется, сегодня самый пересеченный день с начала маршрута. Горы вроде небольшие, но они здесь есть. Их много. Поэтому эта часть Южного Урала центральная, она и не популярна среди пеших туристов. Все вершины залесенные. Особо смотреть нечего. Здесь, конечно, царствуют водники и спиреологи. Реки, скалы. А где есть реки и скалы, там с большей вероятностью есть и пещеры. и пещеры. Это как раз для всех для них. Ну что, готовлюсь отходить ко сну. Давайте быстренько смотрим карту. Все просто. Перешел 10 километров по лесу между дорогами и потом еще 30 с половиной километров по пыльной дороге в сторону Иргизлов. Вот и все. Спокойной ночи. Доброе утро, друзья. Сейчас 6 часов утра доходит. Медведь меня не съели. Как видите, всю ночь ухол улин. Ухол филин. У-у-у-у. Было немного зловеще. Многие спрашивают про мое питание. Сейчас я покажу свой стандартный рацион на населенной территории, где можно докупить какие-то продукты. Все у меня распасовано в такие зип-пакеты. Это дневной паек. Что сюда входит? Две пачки сублимированного мяса от гологала на завтрак и ужин. На ужин обычная каша. Вот сегодня булгур. Но это скорее исключение, чем правило. Спагетти первого размера, которые варятся буквально 3-4 минутки, чтобы экономить газ. Это паста. Быстро растворимый суп на обед. 12 конфет примерно тысячи килокалорий. Еще на сегодня 50 грамм сыра, 50 грамм колбасы и сала. Хлебцы. Вот такой рацион. Это примерно 3,5 тысячи килокалорий в день. При весе 800-850 грамм. Люблю пожрать. Правда. Моя любимая горелочка МСР реактор. Такая она классная. Сразу, чтобы не повторять, ссылки на снаряжение и на список продуктов раскладку будут в описании видео каждого фильма. В каждом фильме в описании есть все подробная информация про треки, про снаряжение, про питание. Если хотите более подробно все изучить, переходите вниз и читайте. Ну вот и мой неприхотливый завтрак готов. Фишка этих спагетти это первый размер, что их можно даже не варить, просто бросайте кипяченую воду в кипящую и оставляйте, они сами завариваются. Здесь спагетти и 50 грамм сублиматов галагала говядина вареная копченая. Готовые блюда я у них не люблю, а вот мясо вполне себе годно. Еще немного насыпал вот такого супчика для вкуса. 9 мая, отличный день, идем дальше. Впереди много интересного. Начинают скалы, именно скалами знаменит Бурзианский район, он впереди. Думаю их не так будет много у нас на пути, потому что все-таки они обычно по берегам рек находятся, но все равно с вами полюбуемся на эти белоснежные гигантские бастионы. Белоснежные, потому что известняковые. Здесь вообще все сложно с достаточными породами на самом на западной части Урала. Раньше тут были теплые моря, теперь теплые скалы. Вот смотрите, типичный карстовый выход реки из-под склона. Здесь такого много. Из-под склона выходят бурные потоки. Где-то там под горой вода собирается в такую вот речку. Вот то же самое. Скорый нас солнышко седет, смотрите. Недолго осталось ждать наслаждаться прохладой. Друзья, случилась уникальная ситуация. Вы меня часто спрашиваете про волков. Не боюсь ли я их. Да, я всегда отвечал, да, я их увидеть-то не могу. У меня был до этого за больше 15 лет путешествий только одна встреча с волком. И вот сейчас осталась вторая. Шел по дороге и он на пол корпуса выбежал, увидел меня и сразу в лес. Волков я не боюсь, потому что садистик говорит, что они крайне редко нападают на взрослых мужчин. Вот так вот. Его бы увидеть хотя бы. О, мой любимый национальный парк Башкири. Кстати, партнеры проекта, у них лежит моя заброска. Сейчас забрандируем немного их баннер. Вот так вот будет, я думаю, отлично. Идем. подходим к кладбищу. Деревня мусульманская, башкирская. И вот посмотрите, я именно в Бурзиатском районе видел много таких кладбищ хоронят в срубах. Усеченная пирамида. Есть как классического вида могилы, так и вот такие. Конечно, интересная традиция. Охоту садь принято чуть побольше. Судя какое дерево выросло на месте сруба. Остановилась машина, вышел мужчина Сайфулин Эльвир. Сказал, что он тоже турист. Сказал, что знает меня и пригласил позавтракать. Нет повода не зайти позавтракать и подзаведить пауэрбанк. А вот уже и ергизлы. Дошел до мусорки и выношу, выбрасываю первую партию мусора, который вынес в гору. У меня есть специальное приспособление. Скоро вам о нем расскажу поподробнее для выноса бутылок. Первые четыре. Покормил меня Эльвир, чаем напоил. Сейчас иду в Наспарк Башкирия, забираю заброску мою вторую, потом дождусь директора заповедника Шульганташ, говорю с ним мою дневку у них и пойду уже пешком. Вот такая культурная программа у меня в Рыгизлах. Приятная деревенька. Ну так я понимаю это и есть ФГБУ. Парк Башкирия. Все, вот коробочку и разгрузил, заброску упаковал в рюкзак. Давайте буквально пару шагов сделаем по визит центру. А кто это делает все этих зверушек? Мухарля Максутова живет у Максутова преймастера. Он раньше тут работал. Гадельшин Мухарля? Нет, Надершин. А, Надершин Мухарля Максутова такой речень. Максутова у нас еще многие шпанаты на этот забрали в Мухуш на выставку. Понятно. То есть у вас здесь приходят получают разрешение на посещение, да? Да, но сейчас можно оформить онлайн. Да. И большинство теперь онлайн оформляет. Понятно. И здесь же есть гостиница небольшая? Да, конечно. Ну все. рюкзак ощутимо потяжелел. Еще на пять дней у меня есть продукты. Идем вперед к намеченной цели. Сейчас будем ждать директора заповедника. Еле ношу ноги. Три раза поел, три раза чай попил. Но зато все вопросы порешал. Ночую сегодня завтра шургантаж. Правда что здесь нужно дойти? Гостеприимное местечко. Иду сейчас в Кутаново. Интересно здесь вот это место. Вот это поле и видите деревья. Здесь раньше текла река Гидель. Ну буквально лет 60-70 назад русло спрямили искусственным образом. И оно течет теперь по скалам. Сейчас с моста посмотрим это место. Гидель мать рек южноуральских. Вот здесь она примерно поворачивала таким большим изгибом. А ее спрямили. Сделали напрямик. Пока не знаю для чего. Кто говорит чтобы удобнее было лес сплавлять. Кто говорит что знает. Все здесь заканчиваю свой путь по этой дороге. Ухожу в лес и через 700 метров будет пещера космонавтов. Первая на моем пути в этом районе. Посмотрим. Посмотрите вот идет сухой лог. Первая кажется воронка вторая. Это верный признак что здесь где-то должна быть пещера. Филеологи такое любят. До ближайшей пещеры уже 400 метров. Такой овраг чуть ли не каньон идет вниз. Сейчас попробуем спуститься на его дно. Эхо. Вот здесь аккуратненько. И уже будем выходить. Вот спустился на дно. Здесь прямо хорошо. Даже снег еще лежит по ущелью. вода. Нашел пару баллонов и я надеюсь это говорит о том что здесь не обрыв и сюда можно залезть оттуда. А то придется лезть обратно куда-то. Ну пошли посмотрим. Здесь безусловно раньше вода текла смотрите и вот какие водобойные чаши. Надеюсь что это был не водопад. Еще один баллон нашел. Ну ка смогу пролезть нет? Боюсь что нет. Уперся в тупик это значит людям придется идти наверх. Видимо оттуда сбросили баллоны и обходить все поверху. Попробуем здесь по полочкам куда-нибудь да выйти тут какая-то дырка я думаю можно здесь вылезть аккуратненько. Сейчас посмотрим. Ага ну здесь вход нашел выход отлично. Ну и вот если я правильно понимаю пещера космонавтов как я люблю эту прохладу в зной жаркого дня. Пещера о нафтов 61 год БГУ ну тогда это было еще вполне регально вот так делать. у пещеры еще одно название башкирская кульюрт табак наверное правильно конечно назвать ее так а не космонавтов такие ходы ходы здесь да давайте еще туда сходим ну конечно тут уже чтобы ничего не осталось здесь здесь есть 25 метровый колодец он где-то в дальней части пещеры говорят здесь жили кроманьонцы и здесь у них было жилище ну в целом понятно пещера без особой красоты я не любитель пещер если честно смотреть тут особо нечего а даже там где есть быстро надоедает вон там какой-то ход идет туда ладно пошлите холодно я же вспотел в тепло дня у меня небольшая проблемка непроходимый участок похоже что я его пройду скорее всего не пройду его по воде и похоже надо лезть обратно и прилазить через скалу приехали еще ребятки не ходите в пещеру космонавтов они стоят на того ну все вроде обошел скалу надеюсь там больше тепроходов нету скоро узнаем вот она неприятная встреча да гадючка гадючка биби радует одно что укус южноуральской гадюки для здорового человека не смертелен но все равно опасно и неприятно а вот собственно и река шульган вытекающая из пещеры охренеть это же целый город впереди так давайте покурим карту сортовал перед виргизлами спустился виргизлы виргизлах пришлось накрутить несколько кругов потом по дороге шел через Кутаново в сторону Гадыль-Гареева свернул с трассы спустился к пещере космонавтов там немного поблудил пришлось обратно перелезть через скалу и уже вышел к карпе пещере я сегодня в комфорте и ночую прошел 35 километров отбой друзья ну коль уж мы здесь оказались и у нас целый день наверное нет повода не сходить в саму пещеру воспользоваться услугами стандартной экскурсии и посмотреть как все это происходит для тысячи тысяч людей которые сюда приезжают в самое сердце башкирского Южного вот современный вот современный с душем с туалетами и стиралкой для волонтеров и сотрудников заповедника вот там находится кпп туда приезжают люди там они покупают билеты и идут по этой дороге примерно полтора километра до пещеры если вот это ворота заповедник здесь уже территория не заповедная и видите здесь уже образовался такой стихийный рынок в худших традициях российской действительности пошла первая группа туристов очень неуютно себя чувствую в большой толпе вот здесь смотрите сделаны выдержки из эпоса Урал-Батыр замечательные чтивы мы даже немножко с вами отрывки почитаем в ближайшее время потому что они непосредственно касаются Уральских гор вот эта прекрасная девушка в черном платье Дарья юный пчеловод из Москвы тратили с ней время даром и уже за одну ночь придумали новое украшение в коллекцию экс-жейкс а я заглянула коллегу в сумку самое сердце самую глубину его души охотную сумку Дарья занимается фридайвингом и у нас скоро появится серьга фридайвинг и вот мы видим место подвигов Дарьи кстати Дарья начинающий городской пчеловод она разводит пчел в Москве на подоконнике на балконе в общем идем сейчас закрытую часть сильно ограниченная по регламентам услуга как мне сказали летом в районе чуть ли не 10 человек в месяц смогут туда попасть нам очень повезло вот так здесь все оборудовано это памятник первооткрывателю замечательная история под видео будет ссылочка на статью Александра Владимировича Юрьмина как он открыл эти наскальные сумки почитайте очень интересно вот такой вот турникет стоит который не работает и ворота там за ними находится капа пещеры наш провожатый Александр 11 год уже занимается этим делом вводит людей в пещеру Шульганташ вот река Шульганка именно на ее совесть создание этой пещеры это вот это лужа да 85 метров глубиной карстовый провал фактически вертикальные руслы реки вот этот момент когда ты превращаешься из обычных экскурсанта в особенного заходишь за ограждение закрыть клинку ладно да за этой шуткой находится все самое интересное стоят датчики которые имеют температуру идем за сотрудников завоедника вообще пещера она перед ярусом строения первая ярус это водная часть практически находится под нами мы с вами находимся на первом этаже пещеры на втором ярусе ну и в пещере есть хозяйка и хозяин пещеры пещеры мы увидим кальций его натек кальций натек в виде девушки если кто-то видит вот я на голову свечу волосами закрытое лицо платье идет рука правая рука левая но это уже на фантазию ага у хозяина мы с вами увидим уже на втором этаже пещеры то есть получается это первый этаж дальше второй этаж и все да и все а ярусы три нечетко один треугольник перевернутый и еще один камни бурые уже измекают отжигали растирали в порошок добавляли воду жир кольцик а тут где-то его недалеко добывали вроде бурой железе тогда он не был редкостью то есть он находился на поверхности сейчас его очень сложно найти вот тоже наскальные рисунки но чуть посовременней прямо рядом с древными ходят да ух еще четко виден зал классическое название для пещер как говорится нет ничего добрее чем сухой курум нет ничего злее чем мокрый а вот грязный это совсем за гранью зла что не сделаешь шаги палеоритического искусства курум смокинься по секунде какие натеки шикарные туда какой-то лаз есть похоже красивый да обалдеть я не думал что так будет неожиданно так круто совершенно неожиданно появляются рисунки просто идешь поднимаешься по залу хаоса и вот в первом углу великолепный верблюд который открыли в 2017 году два стакана мне кажется это отсылка к майским сплавам по реке Агидель лошадь и еще возможно тут много других рисунков которые находятся под кальцитовым слоем а здесь что первое нашли Саш они как-то проглядывали через кальцит что ли там какие-то были ну и это друзья еще не все это только начало первые рисунки были найдены не здесь не на первом этаже а на втором еще более отдаленной территории и сейчас туда сходим специальный датчик который учитывает количество капель воды подвиж на него я так понимаю этот стол здесь стоит неспроста да это о что-то нарисовано а это же шаман вот антропоморфная фигура так называемый шаман человек стоящий на четвереньках с клешнями и хвостом такие же рисунки есть в пещерах Франции если я правильно помню я правильно понимаю это получается дальняя часть первого этажа пещеры да это конечная фактически конец перечеркнута 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 предполагается что под этой решеткой был какой-то рисунок закрасили то же самое может быть он был для них совсем не важен либо же неправильный рисунок не пойти правильно конечно как удобно подошел калст выходим из первой части сейчас пойдем во вторую она наверху и в нее идет 15-метровый колодец Вот первый этаж Смотри, Саш, получается Вот откуда лазили люди? Отсюда или отсюда всегда? Вообще это было уже искусственно То есть сделано Это искусственная дырка? Да, то есть она была небольшая Лазили оттуда А с другого места, да? Поднимаемся на второй этаж Сейчас с левой стороны Начнем, поднимемся Ближний колодец, высота его составит 15 метров Там у нас лестница бинтовая Зайдем с вами в первую галерею Зал рисунков Видим, как раз, оригиналы Во вторую галерею видим первое озеро, маленькое Далее зайдем в акустический зал Ход озерный и дойдем до дальнего озера Еще одна решетка Вбитый Штырь Надписи Исписана вся стена Раньше была кальцитовая корка То есть пещера вывалась Вода куда-то делась Тем самым кальцитовая корка образовалась Вода обратно опять появилась Все это смыло И вот несколько раз мы с вами можем увидеть Она закрывала полностью Пол Либо же полностью Либо же Этих участок Скажем так Но все такое Не началось неожиданно Сейчас Волна Волна Наверное, какой-то турклуб Отличился Итак, я подозреваю, что Похоже, мы Подходим к дальнему концу второго этажа И сейчас что-то будет Я еще сам это не видел Я, кажется, начинаю что-то различать В темноте Я их вижу, друзья Это вот То, что было открыто первым? Да Лошадь Рюмина Вот она Слева И мамонты Можно подойти? Ловишь, да? Почувствуйте Тысячелетия, которые Разделяют Вас И эти рисунки От 17 до 37 тысяч лет Датировка Этих изображений Еще один мамонт Если смотреть вот так на стену То просто какие-то красные пятна Но если отойти То это Будет Мамонт Идем куда-то еще дальше Наверх 59-й год Именно тогда были открыты все эти надписи Тоже наскальные рисунки Только более современные 1939-й год Уше Уфинская школа Что там? Вроде бы Доброго Аблина Но Как раз Ситература Она здесь Писания Уже скоро и по этим надписям Будут диссертации писать Скорее всего Дошли мы с вами до хозяина пещеры Антропоморфность Смотрите, лицо человека Африканские племена Знаете, вот эти вот Африканские делают маски Мне кажется, да Вот Сашка как-то прям Ловко прошел Саша профи? Давай Покажи нам Грацию Дарья Так, ты вот так вот шел? Можно и так Все руки грязные Поэтому Не знаю, много ли наснимаю Но сейчас пока Могу Итак, мы пришли К нижнему озеру, да? Да, это верхнее А, это верхнее? Да Это не дальнее Слово, верхнее, да? А, дальнее, верхнее озеро Сейчас мы выключаем свет И будем слушать пещеру Ну все, друзья Это последняя часть Куда мы сегодня найдем Купик Я думаю, было интересно Идем на солнечный свет А вот эти рисунки Которые сделаны Специалистами Эрмитажа Мы можем посмотреть За 400 рублей Выход уже вот здесь Так, друзья Смотрите Несмотря на то, что сегодня день отдыха Посмотрите, что у нас находится На небе Какой-то дым пришел Где-то лесные пожары идут И похоже, что сегодня будет красивый закат Поэтому Мы спросили за решение И идем на вершину горы Тарнатау Это один из маршрутов заповедника Там должен быть красивый закат Сейчас посмотрим Прямо все затянуто Ну сейчас пойдем к краю Посмотрим Это, конечно, плохо Но может быть красиво на закате Вон какая красота Тимиртау Или как она там называется О, какая красота Ну вот, посмотрите Вон там внизу Как раз комплекс Входа в Капову пещеру И вот такая излучная Реки Агидель Мы видим Вон там скалы На которых мы были вчера Пещеры космонавтов И вот то, что осталось от солнца Все затянуто дымом Это, конечно, красиво Но ставит большой вопрос Передо мной Если пожары будут разрастаться Могут быть проблемы В общем, говорят, что горят в Тюмени Леса не на Урале Не здесь Просто принесло Ветрами Но скоро и до наших, я думаю, дойдет С такой жарой Ух Значит, завтра Могут быть либо красивые виды Либо никакие Все, солнышко садится И нам пора идти Собираться в дальний путь Завтра мы уходим Дальше Прекрасная Шульганташская земля Нас провожает Вполне себе красиво Спасибо